В Нижней Палате состоялась конференция на тему «Новый Узбекистан. Новый этап развития представительных органов». Сегодня же были разработаны рекомендации по дальнейшему развитию парламента, повышению роли и значения представительных органов власти, усиление деятельности депутатского корпуса по защите интересов граждан. Единственный институт политической системы общества, способный публично представлять интересы его различных групп. Сегодня здесь открыто обсуждаются важнейшие вопросы жизни страны. Ведутся дискуссии, на остроту которых совершенно не влияет онлайн-формат большинства нынешних встреч. В принимаемых законах закрепляются такие приоритеты государства, как гуманизм, права и свободы граждан, патриотизм, защита чести и достоинства каждого человека, развитие национальной культуры, повышение благосостояния народа. В деятельности парламента произошли коренные изменения, в особенности, начиная с 2017 года, с принятием стратегии действий. В парламентской деятельности имеются новые подходы, новые методы работы, которые действенным образом повлияли и на социально-экономическую жизнь, и на политическую жизнь нашего общества, нашего государства. Наш парламент сегодня находится на новом этапе развития, показывает свою силу, свое значение. Как отмечалось, главой государства инициирован новый механизм диалога с народом, с избранными им законными представителями. Задачи, определенные в ежегодном послании президента парламенту, коренным образом меняют роль и место последнего в жизни страны. Сегодня его работа ведется в совершенно новых условиях и в особом формате. Полномочия в решении важных вопросов внутренней и внешней политики и осуществления парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти расширены. Регулярно проводятся правительственные часы, тем самым обеспечивается эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти в процессе решения волнующих населения проблем. Активизировалось и международное сотрудничество. Развивается такой важный механизм в построении межгосударственных связей, как парламентская дипломатия. На равных диалог со старшими коллегами ведут члены недавно созданного молодежного парламента. Серьезные изменения наблюдаются и в деятельности местных кингяш и народных депутатов. Мы рассматриваем в первую очередь сотрудничество с членами молодежного парламента, с представителями местных кингяш и народных депутатов, очень важным фактором в развитии дальнейшей нашей деятельности. Несмотря на ситуацию, которая возникла в связи с пандемией, парламент работал над законами. Мы ввели контрольно-аналитическую деятельность и также не останавливали свою связь с нашими избирателями. По итогам конференции выработаны рекомендации, направленные на усиление деятельности депутатского корпуса. Дальнейшее развитие парламента, повышение роли и значимости представительных органов власти. Тем самым будет реализована основная цель – обеспечение подлинного народа власти и защита интересов граждан. Продолжение следует...